По официальной информации, обубликованные на сайте правительства Ямалоненецкого автономного округа, контрольно-пропускные пункты установлены на всех четырех зимних автодорогах регионального значения. На каждом из них организовано круглосуточное дежурство. Несмотря на это, дорожники предупреждают, проезд по указанным маршрутам в данный момент небезопасен. Стоит дождаться открытия официальных зимников, не экспериментировать с неорганизованными маршрутами. Начало эксплуатации зимних автодорог по прогнозам начнется не раньше 20 декабря. Как пояснил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог окружной дирекции дорожного хозяйства Александр Симонов, дата открытия каждой сезонной дороги зависит от ряда условий – температуры воздуха, количество снега или достава на реках. Если будут морозы, дороги откроются еще до праздников. Напомним, в прошлом сезоне зимник Оксарка-Салемал был принят 10 января, а Панаевск-Ярсале – 16 января. Плюсы и минусы работы в детском саду. Что бы изменилось в учреждении, если бы я стал директором детского сада? И что такое качество образования? На такие сложные вопросы участницы конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» пытались ответить на очередном испытании в формате ток-шоу. Ведущим этого необычного мероприятия выступила гостья из города Омска, победительница всероссийского конкурса «Воспитатель года-2015» Татьяна Гилева. За ходом мыслей участниц внимательно следили коллеги и жюри. Оказалось, что порассуждать на заданную тему конкурсантки готовы, и встреча получилась очень искренней и живой. Здесь, на Северной Ямале, я почувствовала, что статус дошкольного образования действительно подымается. И я просто, когда меня пригласили, я думала, это вообще уже областной этап. На самом деле, такая организация простого муниципального этапа, то есть как бы городской, просто браво администрации округа, департаменту в наших регионах. Я не побоюсь этого сказать. Конечно, конкурсы проводятся, но такого отношения к конкурсу, то есть это же все-таки подымает статус именно дошкольного работника. Нет. В ходе открытой беседы выяснилось, что у каждой из участниц в их повседневной деятельности существует своя мотивация. У всех них есть мечты и планы, оцеленные на свой профессиональный и личностный рост. А проблемы, которые волнуют конкурсантов, в первую очередь имеют глобальный масштаб и не касаются рутины и бытовых неурядиц. Такое самоопределение и творческий размах покорили жюри конкурса и очередной раз доказали – ямальские педагоги трепетно любят свою работу и по-настоящему ею гордятся. У всех мотивация такая патриотическая, связанная с любой профессией. Посмотрите, о чем они мечтают, чтобы земля была чистая, чтобы был мир во всем мире. То есть, действительно, я могу только позавидовать тем заведующим, в чьих детских садах работают такие педагоги. Это надо проводить, мне кажется, не то, чтобы раз в год, как мы участвуем, да, мне кажется, это надо проводить ежемесячно. Знаете, как он мотивирует, мы находим новые какие-то цели, которые можно решить и выполнить как бы непосредственно у себя в детском саду. И я его советую, я обязательно передам, все расскажу своим коллегам, поделюсь опытом своим. На Ямале завершилась вакцинация во всех районах округа. Об этом сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Евгений Попов. Вакцинация проводилась в два этапа – весной и летом. В этом году к убою допускают только привитые и пробиркованные олени. Каждому району присвоен свой числовой индекс. Он позволяет узнать пол, возраст, данные о прививках животного, а также его принадлежность к оленеводческой бригаде или общине. На сегодняшний день индивидуальные номера присвоены более чем 212 тысяч омоленей. На территории автономного округа свою деятельность ведут более 10 убойных комплексов, отвечающих современным требованиям при заготовке и переработке продукции оленеводства. Всего за сезон планируют заготовить 2400 тонн диетического продукта. По мнению Евгения Попова, безопасность продукции в ветеринарном отношении отвечает всем утвержденным стандартам и требованиям. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня для сотрудников Департамента социальной защиты населения была проведена лекция по профилактике данной болезни. Врач-эндокринолог рассказала об основных факторах развития и риска диабета. Есть несколько типов сахарного диабета. Участники лекции говорили о втором, который встречается у большинства людей. Такой тип в большей степени зависит от образа жизни человека. В группы риска входят люди старше 45 лет, люди с избыточной массой тела, люди со следственной предрасположенностью и другие. Тема оказалась полезной для сотрудников. Врачи рекомендуют всем и каждому контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы предупредить нежелательные последствия. И если все-таки высокие сахара были зафиксированы, консультация врача-эндокринолога просто необходима. Свой уровень глюкозы крови всегда можно узнать в поликлинике по месту жительства. Весь год они сдавали нормативы, стараясь выполнить каждое упражнение на пять. И вот заслуженные награды. В Гемальской школе во время большой перемены учащиеся пятых-одиннадцатых классов собрали, чтобы поздравить своих товарищей. Более 170 значков по итогам 2018-19 учебного года были завоеваны учащимися. Часть наград выдали сегодня. Шквал аплодисментов и вот они, активисты ГТО. Даже не знаю, ну, саму для себя гордость, то, что я смогла сдать. Было очень много нормативов, бег, отжимания, там, прыжки в длину, очень много нормативов. Ну, вот, смогла. Ямальская школа, данные по ГТО, выполненные учащимися в Управлении по развитию физкультуры и спорта, предоставляла второй раз. Поначалу комплекс сдавали лишь выпускники девятые и одиннадцатые классы. С прошлого учебного года к сдаче нормативов ГТО привлекают всех ребят среднего и старшего звена. Как отмечают педагоги, заработанные значки при поступлении в ВУЗы и СУЗы принесут дополнительные баллы.